Фонды музея Гомельского палацова-паркового ансамбля пополнились редким экспонатом. Повод для оценок специалистов ему не меньше за 8 тысяч годов. Фрагмент дагисторичной живёлы, прикладной 50 годов тому, знайшла группа студентов. Забальзамованный зуб шарсистого носорога до их годы ляжал под грудами песку. После выявления заховывался у приватной коллекции гомельчан. А сегодня стал часткой экспозиции самого буйного музея региона. Знаходка – ещё одно подтверждение того, что по территории сучасной Беларуси калиссе гуляли велизарные мамонты и шарсистые носороги. Экскурс у ледниковый период в наступном репортаже. Если мы сравним два зуба шарсистого носорога, то последняя находка, вероятно, принадлежала молодой особе. Археолог Юрий Панкоу тримает в руках одну из самых редких знаходок за всю свою профессиональную деятельность. Гэты зуб пралежал у земли минимум 8 тысяч годов, причым належать живёле, якая уже не иснуе. Зараз тяжко уявить, али на территории сучасного Мельникова Луга у Гомеле, калиссе пасвелесе велизарные мамонты и шарсистые носороги. У ледниковый период тут была низина – побач рака. Калі место стало абразцать шмат паверховками, археологичная праца тут пачали студенты и молодые гисторики. У их лику был Владимир Литвинов. Подчас раскопок Менавит Айон выявил тады практично не кранутая часом останки дагисторичной истоты – шарсистого носорога. Это было очень интересно, это необычная находка, то есть она стояла на книжной полочке. Я понимаю, что это красиво дома, это интересно, это приятные воспоминания о юности, когда ты увлекался, чем-то интересовался. Пришло просто время, чтобы этот, я считаю, уникальный предмет, он просто занял свое место уже в фондовых собраниях нашего музея. У вугуле фонды Гомельского палаца заховывают шмат таймниц истории. Так, коллекцию палеонтологии тут калісті почав формировать сам Федор Паскевич, былы уладальник палаца. У военной гады коллекция была цалком знищена, а с 46-го почала активно одновляться. В Гомельском музее достаточно много уникальных предметов палеонтологии различного периода. У нас, кстати, есть единственный, наверное, на территории Беларуси зуб трагантерио-слона, найденный еще в 1929 году. Здесь в парке есть насквозь и гигантского оленя, и пещерного льва. Одно с буйных пополнением фонду отбылось не так давно. Коли у областным центры приступили до реконструкции и будовництва на Бережной, на берегах СОЖа были знайдены редкие артефакты. Предметы, яким поводли оценок 10 и навод 50 тысяч годов, вносила хваля прямо на центральный пляж. Пару лет назад, похожую на находку, нам передали гомельские дайверы, которые обнаружили ее на дне реки СОЖ, то есть прямо со дна подняли и передали нам в музей. Зараз коллекция наличвая некальки сотня упадобных артефактов. И великая частка – это мумификованные фрагменты зараз неяснуючих живел. Для навуки – это бесценные находки. И что радует, а малю все, калистое удар музею передали звычайные гомельчане. Ганна Ковалева, Миколай Скинціян, телерадует компания «Гомель» при поддержке агентства теленавинов.